ну вот то что у меня есть данном случае вот эта коробка которая связана с делом по школе и это не сравнимо с тем что есть у следствия ну я приблизительно сравнение дам ну вот это можно представить как даже еще добавим как один том вот один том дела и таких тому в подделу кулматова 19 штук материалы по строительству школы следователи собирали 10 месяцев по управлению капитального строительства два года а адвокату сергея слесарева на ознакомление дали всего 8 дней изучить успел всего 8 томов как срок отведенный на это следователями вышел а с ним и доступ к оставшимся 11 томам дела попробовал было обжаловать в суде но суд встал на сторону следствия идет к этому что хотят вынести приговор и ну лишить свободы на определенное время и кулматова и ибраимова и других которые привлекаются по этому уголовному делу и это зло намеренно я уже говорил еще раз повторю дело сфабриковано сфабриковано под кого-то значит и все инстанции и суд в том числе под кого-то работает это значит один том уголовного дела по тэц состоит из 250 страниц таких у нас еще 52 в общем 53 томов мы когда значит получили мы получили начиная с 29 декабря но потом были выходные и вот если считать с 8 января по 25 января следователи нам дали всего на ознакомление с со всеми вот этими томами всего 14 рабочих дней по логике следователей по 4 тома в день для адвокатов сапара исакова самое то но доступ ко всем материалам сразу не дали не было их сразу потому что само гкнб хоть и объявила об окончании следствие еще 29 декабря но там актам и времени не подшила не собрала и не пронумеровала сначала защите дали 12 томов и только 21 января удалось получить все 53 а уже через два дня время выделенное следствием на ознакомление выходит у нас в распоряжении должны быть все материалы чтобы мы могли из одного тома прыгать в другой том смотреть там документы там показания у нас в распоряжении должны быть все тома но такая возможность у нас появилась только 21 января это грозит тем что до суда защита сапара исакова мы же защита сапара исакова защита именно защитник сапара исакова не могут подготовиться полноценно и не могут не смогут оказать квалифицированную юридическую помощь подозреваемый и его защитник не могут ограничиваться во времени необходимым им для ознакомления со всеми материалами дела если подозреваемый и его защитник явно затягивают ознакомление с материалами дела следователь вправе своим постановлением установить определенный срок достаточный для ознакомления с материалами дела статья 244 уголовно-процессуального кодекса кыргызской республики для отстаивания интересов своего подзащитного адвоката сапара исакова подали жалобу в первомайский суд и тот внезапно вынес решение что ограничивать во времени защиту незаконно следователь должен выделить дополнительное время на ознакомление со всеми томами дела кулматову повезло меньше юлия кулешова маназбакешев рустам раимбеков телеканал апрель